ЕГЭ по китайскому языку смогут сдать 11-классники в этом году. Этот предмет будет в числе дисциплин, которые школьники выбирают самостоятельно. Кстати, на выбор времени остается мало, всего неделя. Об этом напомнили сегодня в Министерстве образования края. По традиции обязательны русский и математика. Остальные, в том числе химия, литература, география и другие, на выбор. Если выпускникам для поступления в ВУЗ нужен китайский, в рамках ЕГЭ, теперь можно сдать и этот предмет. Пока мы не видим заявлений по китайскому языку, но мы знаем, что у нас есть школы, где в формате дополнительного образования активно китайский язык изучается, в лингвистических центрах китайский язык изучается. Возможно, что такие у нас желающие до 1 февраля появятся. А вот выпускникам 9-х классов в этом году впервые предстоит сдавать устный экзамен по русскому языку. Он пройдет в школах 13 февраля и станет допуском к основному выпускному экзамену. Учащийся должен будет прочитать вслух предложенный текст и пересказать его. Также экзаменаторы оценят, насколько школьник может самостоятельно мыслить. Это монолог учащегося, который он выстраивает самостоятельно по той теме, которую выбрал. Это может быть описание какой-либо фотографии, это может быть рассказ о каком-либо событии или рассуждение по какому-то вопросу.